а старокатолики это те кто не принял решение по моему 1 ватиканского собора где они там папу очень сильно превознесли там то ли земным богом его объявили ну что-то такое я вот тут я плохо знаю не могу ничего сказать что сказать первую очередь не он не озаботился о том кем он будет у него центра полтора весу как он разворачивается как идет это это уже говорит о том что вера его земная в таком виде он подниматься не будет в небо это вот первое что-то я увидел и дальше старокатолики они совершенно не такие были а тут сидят бритые подряд женщины без платков все внешне еще не слушая ничего а старокатоличество там ничего и нету и вот он ходит теперь а как разгуливать с микрофоном мысль у него он передает мысль люди смеются почему у апостолов никто не смеялся если они говорили то сотрясались от плача и от рыданий человек смертен и это главное ты родился тебе должна быть цель и потом грешный многогрешный супер грешный там ничего нету духовного совершенно я посмотрел ну как же так то выдает себя за митрополита митрополита до митрополита чтобы заслужиться из баптистов он рядовым то сразу не может стать а тут митрополитом сколько людей из баптистов пришло у нас есть православие ну чтобы он стал митрополитом ни одного не было за всю историю значит на это надо тоже посмотреть я так не сходу то что известно знаю вижу это обман сплошной и люди сидят там галстуки ну женщина то ни одной нету платке ну как же так то никто не молится а если молятся то написано постыжает свою голову постыжает это постыдные сидят люди их нижнюю часть тела не видать но ясное дело что они платья в пол паранжи нету у нас какой вид смотрим на иконах божьей матери кому они подражают таких как вот эти старокатолики в одной только америке 21000 названий ко мне приходил это джаз от волкер мы беседовали с ним и при мне трудно признать что это старокатолик и что старокатолики момента обоснования признали бы его верующим вот так он выступает не знаю о чем тут говорить обман с большой буквы а это пробовать которая это баптистское собрание это еще до того как он стал старокатоликом это баптисты и сам баптист даже до этого надо маленько смотреть кто перед тобой люди то как ты их ведешь когда ты на земле даже над ними никакой власти не имеешь если человек обращается к богу он рождается свыше рождение свыше предполагает нового человека мне бог позволил это все пережить я знаю что это меняет настолько что ты того кто склонился на колени вчерашнего сегодняшнего утром я его уже не признаю своим это чужой он может быть отъявленным врагом тебе тем кто после молитвы стал а здесь ничего нету сидят пересмеивается обман с большой буквы обман еще там нет старик от и старокатолики это серьезные люди они все были с бородами которые раньше были как выступали тогда показывали какие они есть то есть это близко к тому что человек трудится работает над ними но здесь нет у нас такие есть выступают тоже много выступает говорят много а библи в руках как будто не держали есть человек такой не хочу говорить так догадаетесь когда он появился здесь я подумал что он рано или поздно кинется на меня но получилось так что другие дела пошли тут и вот тут начали молотить ну и о своей книге послал с одним человеком он долго к нему подходил наконец высадил когда он есть и буквально на следующий день он выходят с библии в руках все так ахнули а то как так успел что-то прочитать пять книг трех томик нового завета дал я для слова божия нет уз и к истин православию это уже показывает он дает интервью дома видать и показана библиотекой до моих книг доходит и сразу все остановилось на весь экран там мог быть поворот но очень трудно поворачивать если человек имеет мирские звания мало того мирские и здесь он уже утвердился а если ты будешь говорить так как есть у тебя врагов будет тьма легион при том это всегда зато вас говорит о том почему его свергли и он говорит я не вижу здесь людей я вижу стадо лошадей разговорами своими кучи навоза привезли сюда в храм стоят и смеются плакать будете все это его проповедь я все 12 томов насчитывал на пленку я слышал его и златоусты говорили он не проповедник совсем он только ругается и ругается доколе ты будешь нападать на нас вот до тех пор пока вы нападаете на бедных это он богачей громил а здесь нет ничего ну что в аптисто так это ясно дело другого у него нет мне когда господь это открылся моя молитва была не больше 20 минут я когда встал с колен все другое и к утру весь караван кораблей знали а я на положении мне столько много дано на разных языках экзамены высшее мореходное училище выход за границу капитан дальнего плавания стопроцентное здоровье деньги все а в душе полная пустота почему с детства мать заложила сынок будет суд божий она говорила одну фразу бог говорит терплю до конца буду мучить без конца фразы такой нету но вся мысль 24 мать фея глава подробно об этом говорят подробно и сядет и начнется суд божий здесь нет ничего этого начала мудрости какой страх божий притча соломона 1 глава 7 стих тут мудрость а человек сдерживает а тут перед народом он вихряется стоит с такой утробой бы даже не вышел перед народом его надо месяц вытравливать чтобы он маленько хоть подтянулся рост его не больше вашего а то я беру уже по самой малой шкале полтора центра там больше златоуз говорит тебя готовится в жертву принести что одно сало на тебе болтается ты на животе перегни кожу вот так вот перегни и я покажу допустим что видно было не знаю видно нет вот я его тянул и перегнул не больше 12 метров сантиметра миллиметров 12 но у меня допустим их 8 всего при вашем то сколько у вас весу где-то 66 вот так вот ну вот а рост на 187 ну вот и все вам еще добирать надо до нормы меньше до больше нет и поэтому на на него могу сказать только с одной большой буквы обман никуда он не переходил он такой был такой и есть это выгодно они сидят конечно все работают там и на хлебники конечно я видел как там такие же за деньгами когда но пожертвуем для бога с тазиками идут большие тазики полные деньгами вот и все так что там все на виду где-то еще надо было бы слушать смотреть нет у него даже малой толики нет что будет суд божий и он не спасенный нету они все сидят все спасенные но явно дело что по порядку никто не молится нога за ногу петля висит это га галстук галстук это чисто масонская так и все это масонский отдел я только сейчас про масона слышал шевченко максим там говорит что означает под курском это беда какая там то другое что значит с газом но он показывает либеральный называет там кем байден был то есть политической стороны но там все на место становится и прямо говорит это масоны а масон это подготовка антихриста три с половиной года вот и все я видел его последние он тоже сейчас бородой там но как обычный католический выглядит такой же митрополит может я вам фотографию скину но такой крупно конечно еще подделывается под народную массу ну не знаю он должен войти и чтобы сразу все почувствовали все меняется вот как сейчас белоусов андрей римович смотри что делается с верховной радой то верховный совет то он там их разметал всех одного за другим арестовывают не смотрит кто он генерал не генерал весь женский этот процесс которых там наставили за какие-то дела и за какие-то движения генеральши все до одного ладно не будем трогать пока видимо до времени и сейчас он подряд их там терюшит и до шойгу дошел и и помощников его не три побыл 11 триллионов уже и возрастил и куда на пенсии народом все за него я его первый раз когда только увидел он не с верующей стороны он себя называет православным показано что он не будет лежать это за столетие один человек такой как петр аркадий столыпин один и уже четыре покушения на него было и при том из разных политических партий они все объединяются но бог пока хранит я каждый день молюсь утром и вечером и ночью под звездным небом каждый день выхожу и молюсь о всех и о нем вот такое дело ну если бы я в углу где-то сидела как православная пришел свечку поставила я свечки не ставлю если нужно поставить чисто восковая у нас ставят и вот поставят у нас тоже батюшки там за него кто остается когда батюшки нету зачем много то свету не дают свеча ничего не дает кроме порчи иконом нет ничего больше в ней свет светильники называются светильники а кого светильники так когда электричество сидят двери откроет напитаешься солнцем вот так ворот я когда посмотрел до несколько раз и думаю ой 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 не бой не в ней не бои не боится потерять авторитет потому что там такие же сидят в зале ты его никто за это не осудят видно что живет достатке полной не измучился ночными молитвами нет то чтобы он зарядил себе пост хотя бы дней 78 не пить не есть нет не заставишь он спасен он спасен и все на этом златоус об этом сколько говорит а он и не поминает его никогда зачем он ему нужен а вот апостол павел сказал то-то сказал павел то-то но павел то не подражал им подражайте мне как я христу может ли он так сказать подражать ему а то нас надо на откорм поставить сценарий куда-то чтобы кормили поели бабе леон обслуживал сколько раз он где он чего я уж эти тайны дела не беру открыто только вот он вышел ему не стыдно ничего хорошо что показали хорошо что вопрос задали игнать технич а вот я слушаю в начитке вашей златоуста прям подряд вот иду и уже почти до конца второго тома дошел но у меня только вот есть который пометки спурия знаете такие под сомнением его ли это авторство скурия спурия я знаю приписывая ему это вторая часть и начинается они где-то не с первого тома со второго может быть и у меня вопрос вот вы лично когда читали у вас было такое что вот это златоуст точно а вот это ну что-то как будто не он вот у вас часто такое было 130 псалом прочитайте 30 тут ответ отвечать за меня будет слово божие так сейчас с этой мыслью что все у бога есть и мне бог дал это запомнить сказать человек делается абсолютно непобедимым залом 130 господи не надмивалась сердце моего и не возносились очень мои и я не входил великое и для меня не досягаем а по порядку значит первое почему я не хотел вот это не надмивалась не входил великое недосягаемое чего в библине то там не рассуждаем гаврилан затоуст это абсолютно точно подобно много и раним стрит донский говорит об этом много об этом говорит симеонова богослов писак сирин вот где четверка которая сразу поставлены не входил я а как охота узнать дальше говорится как избавиться читаем не смирял ли я и не успокаивал ли души моей как детяти однят его от груди матери вот как он плачет вежонок плачет про опять как материной груди нет вот не смирял ли я смирять ребенка надо я сам себя должен смирить это великое и недосягаемое есть отдельные фразы которые считаются тем более писали это люди которые скорописы были назывались и вот они что-то один записал так другой пропустил ну говорит я посмотрел а то она затоуста и как у меня проповеди по определенным знаком сколько сколько у него проповедь проповедь в среднем 30 35 минут сколько он говорит я примерил к тому что у меня идет и у него но я не знаю насколько букв больше я сравнивал по библии вот сколько в библии знаков греческих на греческом сколько на русском я все данные математические ввел туда и у меня примерно так и идет примерно и он библию открывает до семидесяти раз иногда вот как чего нет библии том не рассуждаем отвечать не надо нет бог сокрыл зачем я не входил в великое то великое блога и недосягаемое мне сразу господь закрыл глаза закрыл уста все ты мой теперь говорит то что я тебе положу на сердце у меня многое было такое которое у златоуста было так он идет проповедовать о чем-то ну по порядку и в это время видеть нищий сидит и у него застывшие руки культябка руб нету руки хлеба у меня хлеба нет он сразу меняет проповедь говорить об этом надо пока он не помер а это я я иногда меняю так уже все готово я долго готовился осталось пять минут до проповеди вдруг как меня осияние какое-то не об этом а вот об этом сказать надо я говорю невзирая на лица да врагов много это означает что все правильно если врагов нету подумай какую глупости сделал если враги хвалят тебя какую вот это словом божьим когда человек полностью пронизан весь он все время по самому малому делу обращается к богу что ты скажешь я знаю два места но я не знал что это написано еще 5 глава 8 стиху исаи и у мехея 2 глава 1 2 стих все а в других мест нет других мест двум ли человеком он сказал что я не знаю что у них он не знал что у них лучше не знал что я не знал что у них лучше не знал что у них лучше не знал что я не знал что это еще приезжая на лето сюда я смотрел их как поступить вот такое дело тут ничего подобного и все решено уже давно и господь приоткрыл это не мои мысли повторяю исаиа 5 8 пророк михеев 2 глава 1 2 стих Все. А в других мест? Нет других мест. Двум ли человекам он сказал на все века каждому человеку? И тут же тебе награда, тут же благословение, тут же осияние светом и нагнетание силой Божией. Вот так. Как-то я сказал, почему я не болею? Это было года два назад. И буквально неделя не прошла, я одновременно заболел шестью болезнями. Шестью. Две примерно летали исход. Невозможно было. И что? Ничего. Распорядок тот же самый, как и здесь. Вот сейчас. Ну, дня пока не было. По милости Божьей, не моя заслуга Божья. Ночью я выхожу в звездное небо, деревня. Вы были тут такое? Я молюсь Богу о всех здесь и о Белоусове, о Андрее Ремовиче, чтобы Господь сохранил его. О правителях мира, о болящих, о тех, которые были нынче заповедали, об одержимых, которые просят об издании книг, чтобы не обманули. Вот проповеди во свете Святой Библии. Наконец-то купили бумагу. Чтобы купить бумагу, с нас взяли 3 миллиона 800 тысяч. Это предварительно. Но есть что будет. Это все-таки 7 томник. Проповедение 7 томник. Но это маленькая часть того, что мне пришлось сказать. 7 томник. И размер больше будет, выше и шире. И проповедь в стихах 880 страниц. Это будет 1320 каждый том. Понятно, что не вмещается. А почему Бог делает так? Мне приходится умышленно сокращать. А что это благодать? Бог делает. Я даже рядом. Самый близкий человек, который я обязательно должен о нем больше всего заботиться. А враги? О врагах молиться в первую очередь. А они не понимают. Они неблагодарны. Да, тем выше награда. Вот. Девятое блаженство. Оно сияет. Радуйтесь и веселитесь. Стогнали пророков, бывших прежде вас. Велика ваша награда. На бесах. Если Дух Святой об этом говорит, значит, действительно что-то есть. А как? Бог делает это. Вот. И я живой? Все еще живой. Сколько советов каких было. Но водители меня там испытывают там где-то. Проверяют. Проверяют. Ни одной таблетки, ни одного укола. Нигде не взял. Ни одной микстуры не выпил. И все на место становится. А почему? Бог показал. Я каждую ночь, каждый день. Все там. И спать по-другому. И переменить положение. Где ноги, где руки. Тут сразу начались люди, которые стараются. Я тщательно смотрю. Да, это движение. Да, я должен ходить каждый день 7-10 километров. Батюшка сказал, говорит, а я читал 10. Я в этот же день положил на 10. И вот у меня веранда, Сенки называется, по-сибирски, Сене. И там Надежда Васильевна дала мне там свои там коврики, как сказать. И вот все я расстелил, одно с другим соединил. И у меня получилось 10 метров. В одном направлении 10, в другом 20. Я тут же, чтобы не ошибаться, нарезал маленькие бамбуховые палочки. Прям маленькие. Такая оказалась, как она. И в маленьком тазике. Я иду, когда шел до конца 10, я бросил в тазик другой. А чтобы не подлетало, мешок положил туда. Даже здесь я должен 50 раз километр. И таких в день я должен сделать километров. 7 было. Теперь поставил 10. Вот Господь делает как. А вот тут нет ничего, о чем мы вначале показали, об этом человеке. Сказали, а хотели бы с ним беседовать? Не хотел. Обман. Вот как спрашивает, а вот о Германе Стерлиге, говорит, что скажете? У меня форум есть большой. Сейчас я на нем почти не бываю. 1600 тем рассмотрено. От начала до конца. Что эта тема может дать? Вот я дал ему кличку свою, это разрушитель. Больше ничего нету. Огромный разрушитель. И что, наконец, жена и дети уходят. Двое. В прошлом году. Вот оттуда ездили есть, которые люди ездили, которые работать не хотят. А которые хотели набраться опыта. Они быстро оттуда вышли. Пахмутов много там был. Хлеб пек ему. Я знаю личные, которые были, которые совершенно не хотят работать. И он совет дает. Ты вначале, только он не говорит. Для того, чтобы делать то, что он сказал, ты должен, ну, хотя бы немножко, миллионов 30 награбить. И он после этого так и говорит. Мужчина один поверил ему. В борошенной деревне он завел корову. А сбывать-то негде. Он один момент не сказал. А мне молока так много не надо. А теперь дом продал. Я теперь сижу с коровой здесь. Хоть на улице выливай. Большой, огромный разрушитель. И везел непрерывная ложь. Вот как хлеб печь. Это должна быть особо. Ну, не просто пшеница, а мука. Не было примеси. Ну, я знаю где. Нет, там отравлено. Сам должен. А человек тут затеял прямо. А он говорит. Это не все. Соль должна быть. Да соль это... Нет, это особая соль. Она только в траншеях, чтобы свет она не видела. А где такое? Ну, я знаю, но сказать не могу. Он знает. Все отступили. Все отступили. Один епископ есть. Я знаю где, но сказать не могу. То есть обманщик. Бессовестный обманщик. У него Алиса была, он грабил. Он другим-то это не говорит, что он награблен на начало. А вот он устроил там вот такой дом у него. Что не строить-то, когда деньги есть? И теперь денег у него нету. Он как-то в Барнауле был даже. Был. Ему спросили про меня. Он даже не знает, кто это. Мужчина и женщина. Какой веры? Еретик. Все. А ты наконец все потерял, ничего нет. И вот Смирнов был, отец Дмитрий и все его. А как он? Ну зачем он тебе нужен-то? Ну интересно. Ну что интересного нет? Что таких людей обманул, разорил. Ну ну ленька-то, приглядитесь, откройте глаза. Время коротко. И вернуть ничего нельзя назад. Время-деньги. Обман. Время-не деньги. Время-не возвращается. А деньги я могу по разным путям найти, как второй езер говорит. Вот так. Так что вот, говорят, а вот если бы сейчас закрыли, и интернета нет. Ну посмотри мою жизнь до интернета. Понимаешь? Посмотри. Что я молчал? Примерно 50 томов. 12 томов «Жития святых» начитанное. 5 томов «Добротолюбие». 4 книги Григория Диченко. Каждая книга 780 страниц. Ты бы сам посмотри как. А если бы этого не было, магнитофона нет? До этого посмотри, сколько я писал. Каждый месяц у меня 100 писем. Каждое письмо 10-12 листов. Но если машинки печатной не было, у меня это есть даже. Я опускаюсь до первого века, и от руки сколько я переписал. Почему? Так я не знаю, может быть умру к утру. Мне хоть одному человеку эту радостную вещь донести надо. И вот ни разу, нигде. Да вот вы говорили там, вредно, которые... Они говорят, я говорил, вредно играть в компьютерные игры. А сами по 16 часов сидите. Так я же не играл ни одной секунды. Да, у меня есть афоризмы, которые расползлись. Что такое совесть? Вот найдите. Я сказал, это участок души. Участок, не душа. Через который слышится голос Божий. Все. Вот это совесть. И сейчас подхватили, не знаю где. Ну, коротенькие бывают. Обида. Обида не христианская тиры, а не христианское дело. Все отпало. Еще не обижайтесь. Если дьявол приступает, значит я еще отостою. На мне бывают такие легионы задействованы от сатаны. Радостно на то, что они в это время в другом месте не могут делать то, что делают здесь. А я их блокирую, у меня только заблокированных, ну я не знаю сейчас сколько, но тысяч 13, наверное. Вместе нападок, 260 примерно роликов против меня. Вместе взять Путина и других, патриарха, вместе собраны, десятой доли нету, сколько против меня идет. А почему? Ну, мертвый пень, кто будет пинать? Значит, чего-то есть. Почему они сами себя изоблещают в этом? И поэтому с Пурио-то, и там еще есть такое, где-то с 8 тома, еще совсем мало, но похоже. Может быть, разные были переписчики. А раз переписчики разные, тут удивляться не надо. Он говорил, вот как я сейчас разговариваю, вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Мы голос его не слышим. И спроси, кто-нибудь по букам знакам делали, смотрели? Нет. Нет. А вы, я сделал это, смотреть и себя под контроль поставил. Вот у нас, у меня книги вышли, проповеди в стихах. За 9 лет. 9 лет прошло. Сколько стихотворений написано. Я посмотрел это. Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Александр Блок. За всю жизнь все вместе еще поменьше маленько у них. А как так? Не знаю. Я показывал не раз это. Как во время молитвы, когда я молюсь, и в это время внутри строка. А ее никто не видит. Люди стоят рядом. А у меня бумага, карандаш, сейчас строчку записал. А теперь, когда уже стихотворение написано, я начинаю с третьей попытки, только начинаю проникать вглубь туда. Что там есть? Я вот в литературном институте читал, там Лев Ашанин вел. Ну, и он говорит, у нас такое впечатление, говорит, будто бы ветер ворвался, все фортышки наши сидят там, сыкал, сыкал, мотоцикл. А где вы берете тему? У меня красный угол есть. Святые изображения. Я к Богу прибегаю. И вот я бы мог с вами не говорить то, что такой человек теперь может этому сказать, к примеру сказать. Делай. Пусть на меня выйдет. Я побеседую с этим католиком, митрополитом. Для меня это кавычки. Я видел, какие они были. Насколько серьезные. Это непогрешимость папы у них была. В вопросах веры только, в вопросах веры. А вот у меня Кристину Православию книга, вы там посмотрите. Ложь Ватикана. Человека убийства и ложь Ватикана. Да, там три темы. Так, вот афатимское чудо. Тут выступает как-то один священник. Ну и говорит, вот видите, как даже католиком является, чтобы русских там научить. Я говорю, батюшка, встретились как-то. Я говорю, ну зачем вы так говорите? У них одно только, под каблук папы заложить православие. Другого нет. И вот он так, нет этого там. Нету. И вот в каждом слове мы должны думать, не подошел ли сатана. И у меня на крючок. У меня окна закрыты. И чтобы свет зажигать, сначала проверь. Двойные шторки. А зачем? Закрой дверь. Зачем бы Господь говорил, когда молишься? Закрой. А нас Господь хранит. Тем более, зная, что я во всем никому не угождаю. Да, у меня нет образования гуманитарного, религиозного. Один мне говорит, вот такие звания у него. И он хороший человек. Может быть, просто завидуете, что у вас нет образования. Я говорю, нет. Мою душу никто не корежил. Никакой Осипов, никакой Дворкин. Я у Бога все выпрашиваю. У Бога. Люди даже иногда говорят, вы с Богом разговариваете, как будто это дружок вас. Друг с большой буквы. Я не называю вас рабами. Вот мне сколько пишут, позвонить. Ну, это там, к Богу не могут добраться. Помолитесь. Из Германии, там, из Италии, там, Австралии. Я молюсь, и ответ буквально к утру поступает. Внезапно получит. Да как это так? Не знаю еще раз. У меня не знаю на первом месте. Не знаю, это означает, я доверяюсь Богу. Я просить не буду, чтобы операция была успешна. Я говорю, да будет воля твоя. Я не знаю его воли. Сейчас человек на операцию может как раз ему только быть с Богом навеки. Да, я прошу помолиться, но в конце всегда говорите, да будет воля твоя. Самое доброе, о чем мы просим, может сделаться таким для нас негодным. Что только будешь ахать и охать. Чего я просил? Это есть маленький рассказ, насколько достоверен, не знаю. У одного священника был знакомый. Ну, десятину приносит, все как надо. Ну, бедно живет. И он однажды, а работа из каменоломни. И он, давай, Господи, вот такой он Трофим хороший. Ну, он же там работает. А может быть и золото какое. И он буквально несколько дней, несколько килограмм стриток нашел. Ну, дальше с богатым заговорили. А он мужик разумный. Его в депутаты. Ему район дали. И он думает, дай-ка я попроведаю его. Как мой Трофимушка там? Пришел, а его не допускают. Он говорит, да мой знакомый, его палкой огрели там охранники. Ну, он тогда пришел домой. Да, Господь, да чего же я просил? Господь говорит, не проси, чего не знаешь. И опять у него что-то недостача. Опять все отняли и пошел куда надо. Кайло в руки работай. Да, это рассказ. Рассказ, а может взятый с живой темы. Ничего особенного нет. Я вот когда рассказываю, как в тюрьме, как тебя везут, как ты входишь в камеру. Я разговаривал с теми, кто много сидел, как Дмитрий Дудко, Глеб Якунин. Там на севере семь лет. И Зоя Крахмальникова, мужа ее Феликс, Александр Огородников. Ну, если я перечисляю, с кем лично знаком, близко был. Ни у кого не было. И они, то, что я рассказываю, они смотрят, как сказка какая-то. Как так? Я говорю, ну вот вы ходите в камеру, как? Ну как, толкнули. Значит, не понравился, у Параши будешь. У Параши. Вот как. А у меня в этот же день, они не знают, охранники, заключенные, а их в три раза больше. Надо 25, а их 75. Не знают, куда положить. Я вот зашел, мир дома сему. А там дымина не видать. Такой амбал вылазит. Кто такой? Я говорю, православный христианин. Лапкин Игнатий Тихонович. Ты откуда? Из Барнаула. А что за статья? Я говорю, 190 прим у Кайроса Пастера. Он что, мента грохнул? Там 190, а у меня 190 прим, вверху апостров стоит. Не слыхал такой. А что такое? Дальше я ему говорю. И уже вечером, я уже знаю, во сколько ложатся, во сколько ужин. Нашли три человека, не курят. Тщательно моют руки, наблюдающие, чтобы никто не закурил. Я проповедую уже. В камере уже 75 человек. Открывается дверь, и охранники, бывает, со второго этажа сходят. Открытая дверь. Этого никто не слыхал, не видал. Этого не может быть. Не может быть, вы правильно говорите. Я это через не могу. Вот как? На этапе, там они перед кем не отвечают, пожаловаться некому, в туалет не водят. Все будет по-другому. Когда приедут, все по-другому. Вот где-то там такое-то, издевались. Видно там в армии где-то. У меня никогда этого не было. Никогда. Почему? Богу дай волю, чтобы он коснулся сердца человека. Что-то исчезло. Фотография. Ну вот так. Тихо. А я вот слушаю Златоуста. Вначале слушал, который в студии красиво записано, там, другим голосом. Потом что-то не то. И начал ваши прям подряд слушать. А вы прям ее переживаете. И даже иногда думаешь, что то ли Игнат Тихонович сам это говорит, то ли... Да. У вас прям так живое все. Да, почему? Несмотря на то, что на пленку запись была, все равно это гораздо... Так это не просто так. За мной в это время наблюдали. Я никуда выйду. От меня, кто уходит, всех обыскивают. Вот, который у нас сейчас трехтомник выходит. У Волжена Фепелакта посланием к евреям заканчивается. А чтобы вместе Новый Завет не было никогда. И спрашивает, а почему? Я одну фразу говорю, ну, так они... Я говорю, потому что я еще не родился. А почему? Ну, не родился, и все. И поэтому я решил, что Новый Завет. 434 страницы. В моем доме начал делать по моей просьбе отец Геннадий Фаст. Он еще и священником-то не был. Три года у него ушло, кажется, по всем святым отцам. И теперь приложили. Дальше. Взять самый лучший, как я так, по моему мнению, гравюру Гюставо Дорре. Первое издание вышло темное. Второе уже цветное. Первое было 114. А до тут нашли мы все до одной гравюры. 230. А у меня по 80 в каждом томе. И 10 на комментарии. Классика. Вот и все. Оригинально. Супер оригинально. Бывает, где-то мои книги переиздают, там продают. Вот на днях только где-то кто-то. А кто имя не называет. Я претензий никаких не имею. Хоть кто пускай издает. Но если близко знакомый, я бы сказал, 10 по 10, сетину мне отдайте для подарков. От книг, от своих. Я ни разу не съел, не оделся, не проездил, никуда. Все идет в дело Божие. И вот сейчас готовится это. Минимум, что потребуется еще сейчас. Четыре цифра. Понятно, чего. Ни рублей, ни тысяч. А выйдет ли? До конца не знаем. Сказали, к концу этого месяца выйдет. Семитомник. Ну, а почему не зают такие, как вот такой-то священник, там вот. Зачем я буду думать об этом? Мне это и не надо знать. Я знаю, что проповеди мои знают очень далеко люди. При мне начали переводить там на разные языки. Там есть или нет, не знаю. Это не моя профессия. Если бы раньше было, я бы сам перевел на несколько языков. А когда уже 62 года, я ни одной буквы-то уже не знаю. Что у меня есть, это стараюсь перенести. Вчера мне тут путали ноги. Говорят, вот колени никак, а надо вот репей. Я посмотрел, как срезается там толстая часть. А я ничего не знал. Я знаю, что на колени не удержать. Тем более я много хожу, оно сползет. И материи привязывать. Ну, пришла жена, мне это сделала. Так, я говорю, а перед этим только. Не видно будет, я мог бы как-то это показать. Вот так отойти сейчас. Видишь, это военные бриджи. А таких у меня много. Когда расформировали тут части воинское училище, то у меня знакомые были близкие, там генерал-полковник пьянков. Борис Евгеньевич. И то, что я просил, мне все дали. Там шинели 70, в пренче разных брюки. И внизу только на ногу натянуть. А так-то брюки рабочие, это большие. Я сплю в этом же самом. И теперь мне приходится ходить и маленько так штатички-то поднимать, чтобы они не сползли туда, это намотано, это. Я только ночь прошла, сегодня в бане. Я пошел, у меня с обратной стороны у колен какой-то зуд, я веником давай парить. Сегодня только опять репейно рвал и думаю, наверное, с одной стороны. Не досмотрели. А организм, как бы, не принимается с обратной стороны. Если у меня болит голова, то пятки мне не надо смазывать маслом. Так и здесь. Если у меня живот болит, то позвоночник это другая болезнь, с обратной стороны. А у меня колено, а теперь сюда. Почему? Потому что я исходил тысячи километров. Только бумагу доставать, когда перестройка началась, нигде бумаги не было. У меня близкие отношения с директорами издательств. И я набирал бумагу, и эту бумагу в университет за мной... Так, зайдите снова. Так, сейчас начать демонстрацию. Надо убрать тут отмена. А вот, убрал. Вот какое дело. Я переплетчик-реставратор. Старинные книги переплетал. И я эту бумагу складываю, сшиваю. Ко мне студенты приходят в рюкзаки, в университет, в милицию, в больницу, в поликлинику. Бумаги-то не было совершенно. Нету нигде. В армию брали, ремня нету. Отец высылает, служил когда-то. Вот как сумели разорить ее. И вот в это-то время я хожу туда, приношу сюда, обратно я посчитал. Только с бумагой я прошел 3400 километров. Ну, оно же и стирается все. У меня позвоночник-то... Ну, не может он вечно быть. Бог так устроил. А смазки никакой нету. А вот теперь как-то... Ну, через организм что-то ты питаешься такое, а оно легче делается. Ну, пока не знаю. Я все упираю на то, что организм должен бороться сам. То есть, помогать ему надо, но не так, что вот я лягу, давайте мне костыли, пойду, костыль в руку не беру. Никогда. Смотрю близкие, которые... Ну, все уже опираются, ходят, нет. А у меня, кажется, каждый день ото дня все лучше и лучше. Вот Бог делает. Скажет, а вы хвалитесь? О, еще как. А почему? Хвалящийся, хвались Господом. написано. Так вот, что сделали? Дела должны быть тайные. Бывает тайные, а бывает не тайные. Все равно их видят. Поэтому у Якова 2.18. Просчитайте. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Не запрещается, а наоборот даже сравнение. И когда я говорю, вот то-то, то-то, Господь позволил, я что тебе, ни денег тебе не дать не могу ничего. Я показываю, что в этой обстановке, не имея ничего, можно начинать с нуля. В стране разрушено 81 тысяча населенных пунктов. 81. Брошенное все. Страна-то и на колени, говорит, нас на колени не поставишь. Поговорка такая, один в луже лежит, нас на колени не поставишь. Вот теперь и смотри. Да так, а я покажу веру для того, чтобы увлечь. Подражайте мне, как я Христу. Все стоит на месте. Я не боюсь об этом говорить. Похвалился, да, Господом. Господом. У меня нет ни образования, ничего нет. Я всегда повторяю это. А Господь так вот дает сколько врагов. Врагов тысячи, а друзей миллионы. Вот как город на вершине горы не может укрыться. Подсвечник. Так вот есть, говорит, свечистник на подсвечнике. Ну, мне это все интересно. Говорят, вот, и насытился жизнью. Вы насытились? Я говорю, нет, не насытился. Все думаю, а как они сумеют? На самом простеньком деле у меня как-то так сделает Господь, что вот, ну, по порядку даже в деревню вот что-то советуют, так приезжают люди. Я сделал, как раньше убил, и уже все сделано. Вот, удивительно все это. Вот, я ездил на велосипеде, сейчас уже три часа по нашему, а в пять служба. Сейчас схожу туда, до церкви, измерил, левой ногой узнал, сколько, теперь умножая на два, правая тоже шла. И это я знаю, сколько мой шаг, 77 сантиметров. И получается километр. В церковь сходил, еще один километр прилагаю, заложил. А что это для колени? Для того-то как-то, а для меня это поликлиника. Вот так. Благодарю, Владимир Тихович, слава Христу. Ну, вот так. Благословен Господь. Кто-то приезжать собирались тут у нас, не знаю даже. Еще, нынче, сегодня, не сегодня, говорю, осенью, видимо, в конце сентября, картошку убрать, да. Господь усмотрит. Господь усмотрит. И у него все это вымерено. Будем молиться об этом и найти. Вот архипелаг ГУЛАГ, когда я насчитал, первую в стране. Его никто не знал. У меня как заходишь, а комната одна. Ни стены нету, ничего. 12,8 квадратных метра. Здесь у меня тон-студия, магнитофон, маяк 205, маяк 205. У меня зарплата была сторожем. Мне нигде не давали работать, только вне ведомственной охраны того района, где живу. Все. Больше никак, нигде. И вот теперь я уже стал видеть, как Господь и здесь позаботился, чтобы я был свободен эти дни. Я всем говорю, кто заходит, одежду вешает, а тут полочка там для шапок. Вы кладите туда, что мне хотите. Меня будут допрашивать. Лгать нельзя. А я как-то дополз. И они все время добивались, где я брал эту книгу. Не знаю. Я ее насчитал, положил. А потом прошло время. Я там другое брал, вижу, нету, взяли. А за день-то у меня сколько людей перебывало? За день. А он взял, может, через месяц. Так ничего и не узнали. Я насчитал архипелаг ГУЛАГ. И кто-то один говорит, я слушал разное, вот как вы говорите. Но когда наткнулся на мое, я понял, это настоящий зэк считает. До самой души. Видно, что пережи там все. А другой говорит, что ты говоришь? Да он там ударение делал неправильно где-то. Его расстрелять мало. К стенке поставить его надо. А другой говорит, начитывается, а там петух поет, слышно. Ну, форточки открыты. Вот я первый начитал им Капресс. Это три книги, три тома. А у меня он на столе лежит сейчас. Теперь открыты. У меня газета есть, фотография. Владимир Владимирович Путин и Наталья Дмитриевна Солженицына. Вдова. И они обсуждают, как архипелаг ГУЛАГ начинать, с какого тома или по всем трем. Это газета Российская газета. Учредитель ее правительства Российской Федерации. Газеты. И вот так вот. Владимир Владимирович, а вот у вас во втором томе еще кто-то начитку делал несколько слов златоуста. Во втором томе кто-то другое делал начитку. Да, вы зайдете, когда на сайт, там написано, какую дорожку кто насчитывал. У меня начитывали хорошие люди, но не пошло. Отоссюду пошли, говорит, перемените. Один считает, как рубит. А он как офицер службы в КГБ. Вот. А другой так, ну, то есть, разные-разные. Я себя не считаю штецом таким. Я искал Яхонтова других. Когда мне нужно было начитывать стихи других поэтов, 300 поэтов за 200 лет, я познакомился в разных театрах, мастерах художественного слова. И вот у меня есть, он начитывает, дочь Ефая. Ни одного человека нет, чтобы он не прослезился. Не слышали? Ну, такой я слышал в Библии эпизод, но... А нет, это артист насчитывает. Стихотворение Фруга. Это павел такой, очень известный еврейский. Тут все к одному. Так. И он считает и рыдает. Овщинников. Эдуард Дмитриевич. Мне когда, вот я рассказываю, и вы помните, ну, вот я его не вспоминал, стихотворение 50 лет. И когда разговор зашел, он у меня сразу как будто всплыло, я его цитирую. А как это может быть? Я ни на один вопрос ответить не могу. Почему? Я молюсь. И на молитве я вот... Бывает, я и забыл, забыл, какая молитва за какой. Мне кажется. А в это время Господь прямо мне подставляет, я как считаю. Это доверие Богу. И Господи, да я же к Тебе взываю. А Ты, видишь, совершенно немощный. Совершенно непригодный. Ну, что он может сделать там? Мальчишка. Пять камушков в сумке. Ну, а Галяв будет лежать кверх ногами. Сила Божия в немощи совершается. Да, и в немощи Господь говорит, моя сила. И Господь дает мне очень близких людей, которые у нас здесь, митрополит Иванников Сергий. Сергий его звать. Вот, до этого был который, буквально поедом съедали. А этот, как будто все время жили вместе. У меня есть миндальная повесть. Я миндальную веточку отломил, пришел и ему подарил. И, может, видели, беседу. Я один час восемь минут говорю. Я говорю, ну, Владыка, ну, вы-то хоть что-то скажите. Не умолкайте никогда, Игнатий, доколе Господь не возьмет вас. Ну, а это у него. Там, в митрополии. И я не ждал ответа никакого такого. А он вот так вот сидит, слушает, уже священники могут быть. Это Бог делает. А тот так был бы здесь, преследовал нас, но видит, что мешает. Его сразу раз перекинули, а этого прислали. Я гляжу, маленько, минутку, подожди-ка, сейчас я брякну. О-о-о-о-о. Так видно будет, наверное, лучше? Да, да, Игнатий, так хорошо. Вот видишь, как. Комната-то, ну, прямо никуда. А так это у меня здесь. А в городе там она еще меньше. И там всегда находили вот цена моей работы за месяц 72 рубля. Магнитопон Маяк 205 320 рублей. И мне нужно 12 магнитопонов. И я их покупаю. И все будут направлены. Одной кнопкой срываются все. Скорость прослушивания 4,7 сантиметра в секунду. Переписывать на скорости 19 и одновременно две дорожки. Первая и третья. Обратно гоню его, когда красный аракорт войдет. Второй и четвертый. Тысячи пленок. Как их приносили, привозили. Сразу. Пять штук только можно брать было. Пять. Другой придет, тоже пять. Ну, привозили с других республик. Ну, и, конечно, полный, чтобы тем более сохранилось. Вот. Можно теперь брать, размножать. Я кое-что уже переписан на диске. Легко теперь. Да. Я посчитал, Игнать Тихонович, магнитофоны в сумме стоят 3840 рублей. Это получается 51,2 ваших месячных зарплаты. 51 месяц работы. Ну, вот как Господь делает. Он избирает такую, у которой ничего нет. Нет, совершенно. А Господь нищетой обогащает. Я ничем этим не связан. Ни одной копейки в рот не положил лишнее, чтобы вот за книги там или за шоу. Нету этого. Я не нуждаюсь в этом. И посмотри, сколько Господь позволил начитать, сделать. Перевести теперь на диски. Как я переводил. А сколько пропало, Игнать Тихонович? Вот что. Сердце болит. У вас только пропало. У людей пропало. Когда переводить стал уже на компьютер вот это вот все крутить. Мастер сделал где-то. Я вот целый день смотрю 16 часов. Другой день у меня получилось 17. Работая техника. А я мотаюсь. Я хожу, чтобы не заснуть. И уже где-то через неделю у меня получилось в день я отдаю этого 22 часа. И наконец последние 24. Тут и заснул, и все окончено. Полностью все переделано. И вот если вы зайдете по скайпу, не по скайпу, а по-то, ну сайт. У меня сайт. И там в сайте все есть. Все проповеди, названия, в каком томе. Ну все. Это Господь так делает. Вот если бы все ваши проповеди сохранились, это сколько бы томов можно было собрать? А еще и письма. Письма, вот которые. Ну я знаю, что сохранилось, ну не знаю, может быть, одна девятая часть только. Я же проповедовал везде, говорил. В Исааковском соборе, в храме, когда еще не было открыто Василия Блаженного, там у Кремля, Третьяковской галереи. То есть я называю такие места, где не каждый еще был. Это не так, что проповедь, а я беседую и говорю народу. В поезде. Письма ваши уничтожили, которые? Да. О-о-о. А что у меня было, сожгли в краевой прокуратуре. Там горы. У меня вот выходило за год 1200 писем. Это 1200 конвертов. Вот как. Это целый том, можно сказать. Ну да. У меня есть, где я перепечатывал. Взялся перепечатать 12 томов Златоуста. Не глядя 10 пальцами. В полусумерках бумагу видно, что белая где-то. А вот две проповеди, не проповеди, а две темы к истинному православию. О католиках, папствах, там о нем все говорится. Хищности и прочее. Данные все, я написал, когда лежал после операции. А там деревья растут, а я лежу вот так, окна-то видать, а оттуда там свет попадает. Видно, где бумага. А у меня бумаги принесли. Я не вижу, где ручки нащупываю. И пишу. И вот две темы там описал. А потом днем я уже начал их тогда смотреть, где еще пропущено. я понял, что иначе никак. Вот о католиках у меня написано три темы. Три. И притом опровергнуть никто никогда не сможет. Вы видели их? Да. Ну, вот сами посмотрите. Если нет, то говорите, я сразу скину сейчас. Нет, я читал это. В Кристину Православии есть. Да, да, да. Городность Папсова, Ватимская трагедия и Человекоубийство Лож Ватикана. Да. Вот так Бог делать. Я понял, что Господь берет самое негодное, чтобы человек не надмивался ни образованием, ни чем. Я, когда бывает дороги, еду в поезде-то. А что вы заканчивали? Я говорю, э-э-э, Папа и без рогушки видать. Хоть как он одет. Люди не верят, что я ничего нет. Я стихотворение мог рассказывать 4-5 часов праздных поэтов мира наизусть. Вот Богосподь же так делает. Для чего-то вот все это... А сейчас может быть я и не выздоровлю. А что я выздоровлю? У меня голова работает, сплю от хорошо. Ну, хорошо там часто поднимается, приходится по одной нужде. Вот так. И я всем доволен. Аппетит хороший. Я все время его меняю. Вот сегодня было, сказал, вот это делали мне-то вместе со всеми. Мне отдельно. Нужны сырые, там, фрукты, капуста, вот такое. Это необходимо. Ну, вот. Тут помощников столько. Да. А мне понравилось, где вы стих ну, там, Никиту выразумляете, и ему стих цитируете Храпова, поменьше тех, кто смотрит равнодушно на раны церкви в тягостные дни. Земля тряслась, волною колебания было прокинут город Ашхабад. В развалинах оставшиеся здания об этом и сегодня говорят. Об этом говорит мечеть туркменов, зияющие раны обнажив. Здесь многие уж были несомненные и доставали здесь карандаши. Стена чернеет в именатых датах, то экскурсанты записи вели, мол, были здесь такие-то тогда-то. Да, были, посмотрели и ушли. Я лишь одну из надписей в мечети и до этих пор мог в памяти хранить. Вот строить научусь и стены эти я постараюсь вновь восстановить. Такое вот стремление и желание должно присуще быть сегодня нам. Отметили большое колебание сейсмографу Господне по церквам. И дальше вот, как это считает свои стихотворения. И так и помните. Не помню, а они просто строки выплывают передо мной. Да, Игорь Тихонович. Вот так. Ну, слава Христу. Ну, вот видите, как бы не этот католик, митрополит-то, то бы не встретились. Не побеседовали. Да, и все, что Бог дает, надо научиться благодарить. Вот у меня на днях событие такое. Я голубей держу. Ну, с детских лет. И у меня голубят не здесь, и в городе там поставлен человек, наблюдает. вчера мы работали, убирали то, что остается у них, все отгребали, и мы выгребли примерно 45 мешков. Не нужно. Да, но оно легче, там труха такая. Получается 675 килограмм. Я примерно так это подсчитал. Это сколько мы там работали, до обеда сумели сделать. Хотели куда-то там высыпать, нет, давайте где на огороде, пока куча, перегорить там может, ну, по меду, по меду там много-то. И вот, когда начинаешь показывать человеку, как день прошел, а мы каждое утро, когда молимся, то подводим итог. Кто-то сказал, а как вы день провели? Я каждый день даю отчет за этот. И вот теперь вопрос стоит, как обращаться с голубями? Вот одна голубка, а ее полюбило три голубя. И те, а у голубей не так, что вот он там в первом три дня, это да, хвост растопырит веером, но если она не слушается с гнезда сошла, он ее долбит, пока не загонит обратно. На колотушках все. Я отдельный вольер сделал здесь, они у меня отдельно. Один голубенок упал и, видимо, повредил крылья, пока крылья не работают. Я его отдельно по своему рациону держу. Сколько времени? А сделал так минимально утром. На следующий день приду. Отдельно ему питье, отдельно еда, как Бог даст. Скажут, зачем занимаетесь? А так как у меня много зерна, много мышей, и мне надо кошек. И вот кошки-то бывает своя катиться, новый котенок, там она много приносит, но мне много не надо, а кошки четыре хотя бы. Они в разных местах, две голубя одни. И вот здесь получается, что одна бомжиха, совершенно ничья кошка, черная вся пятнышка нету. Ну настолько хорошая, даже высказать нельзя. Ложишься спать, она везде все, смотришь, опять мышь готова задавила. Ну везде, и ласковая такая, на колени, а другая своя палевая, я зову их, она черная, черная, черная. Вот ровно недели ее нету. Она ушла ее, или большой коршун ее утащил, она не так большая была. Или она окатилась где-то, не знаю, неделя. Обычно я выйду, покричу черная, черная, она пришла. И чтобы не уходила, мы делали тут работу вокруг дома, что подгнило, все закрыто. Но в одном месте маленький щель. Я на ее расколупала и вышла. Вышла и потерялась. Сегодня уже будет, завтра неделя будет, как нету. Вот. Я молюсь, Господи, если тебе угодно. Но все еще продолжаю кричать, выйду черная, черная, а ее нету. Я на последний день главным вставать надо, будильника у меня нету, да и не слышу. Она заскочит на кровать и мордой начинает. Я посмотрю, у меня не выключаются часы, видно, здесь, в компьютере. Ну, я посмотрю, ну, 20 минут первого. Я встаю раньше намного, а все-то в 4.40 будет-то. Я говорю, ты не лезь ко мне, маленько оттолкну ее. Она отошла в ноги и легла с обратной стороны, и там, чтобы меня не задеть. Ну, настолько умная, она исчезла. Я даже помолился, Господи, ангел бы Господень ее нашел, да как-то проводил домой. Нету? А почему нету? Один Бог знает. Вот так. Вот о чем бы не заговорили, вот голуби, скажи, кто голубей держит? А у меня здесь их немного, примерно 30 разных голубей. Разные породы были. Сибирь, которые они выдержали тут. Я с ними так не вожусь. Накормил, полюбовался. А если воскресный день, я могу залезть и там несколько часов проводить. Специально сделал так, чтобы ноги поднять повыше, чтобы не отекали. И сижу, и смотрю, как они есть. Вот. Ну, ладно, Игнат Тихонович. Все. Благодарю вас. Спасибо, Христос. Вот такой подробный ответ. Аллилуйя. Будем молиться, будем молиться, чтобы на осень Господь позволил. Ну, Господь как позволит, так и можем встретиться. Все на этом. Отхожу. Будут вопросы какие, заходите, мне приятно такой вопрос слышать. Вопрос серьезный, большой, и кое-где преградой для кого-то будет. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Так, через два часа у нас богослужение. Отошел. 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 Продолжение следует...